В Чебоксарах в ближайшее время должны открыться сразу несколько важнейших социальных объектов. В рамках национальных проектов в столице региона возводят детские сады, школу и центр по хоккею при Кадетском корпусе. Сегодня председатель кабинета министров Чувашии проинспектировал работу подрядчиков. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Строительство регионального центра хоккея на финишной прямой. Уже почти готова ледовая арена. Сложнейший этап – оборудовать систему подачи и заморозки воды для заливки Кадка. А это более 20 километров труб. А это холодильный комплекс сердца Кадка, где и будут производить лед. В ближайшее время камеру подключат к системе коммуникаций, которые будут охлаждать воду до оптимальной температуры. Основой Кадка станет эта система коммуникаций под армированной сеткой, куда и будет подаваться вода. 26,5 километров у нас с трубой сидят. На заморозку видно. Два вида. Первый идет подогрев трубки, потом армированный слой идет. И сверху уже идут охлаждающие трубки. И бетон 120. Миллиметров 12 сантиметров. То есть все это сделано? Да. Все сделано. Будет готовая каркаса, закрытая полноценная. То есть везде, да? На 300 и 6,5 километров. Ледовый дворец может быть открыт и раньше намеченного срока. Весной следующего года председатель кабинета министров Иван Моторин отметил, что с появлением этого спортивного комплекса хоккей в республике поднимется на новый уровень. Объект хороший. Я думаю, будет служить долго на благо наших детей и горожан. Мы видим, что подаются сейчас все энерго, электроэнергия, вода, тепло на объект. И в январе месяце фактически будет завершена чистовая отделка. До конца этого года должен открыться и детский сад в микрорайоне Солнечный. Правда, пока по строительной площадке приходится передвигаться, лавируя между паутинами проводов и только что побеленными стенами. Подрядчики рискуют сорвать намеченный график. Иван Моторин поручил ускорить темпы. Правительство республики все свои обязательства выполняет. Деньги есть. Если есть, я еще раз говорю, процентовки оформляйте. У нас вопрос нет. В течение часа все делает. Принимает город, оплачиваем. Я не сомневаюсь, что министерство сейчас не задерживает. У нас вообще вопрос нет. Заинтересованность в этом не задерживает. Город принял, мы оплатили. Город принял, мы оплатили. Средства есть. Ну, усиливаться надо. К открытию детского сада, которое намечено на ближайшие дни, готовятся в жилом комплексе «Новый город». Сюда уже завозят мебель. На столько масштабных задач перед республикой еще не стояло, отметил Иван Моторин. Только в столице региона до конца года должно открыться 10 детских садов. Задача не снимается. Выполнение идет напряженно. Вы сами видели. Разная готовность, разные подрядчики. Где-то испытывают трудности и финансовые со стороны подрядной организации, в первую очередь. Если где-то, наоборот, к объекту приступили, вот как в предыдущем детском саде были в сентябре месяце, за 4 месяца вытянули, кажется, проваленный объект. Так что все зависит в первую очередь от организации труда. В рамках национального проекта в новом городе возводят и школу. Построить школу в новом городе, пожалуй, сравнимо с задачей возвести многоквартирный жилой дом. Но работу подрядчики планируют завершить уже в следующем году. Ключевая задача – решить проблему второй смены в школах республики. Только здесь за парты сядут более полутора тысяч учеников. Дмитрий Ковалев и Валерий Резюков. Республика.